Дональд Трамп, президент Бразилии и Дуэйн Скала Джонсон поддержали знаменитого подкастера Джо Рогана. После того, как он стал искать ответы на вопросы по поводу этого самого, некоторые СМИ и селебрити стали обвинять его в распространении якобы неверной информации. Конвой свободы в Канаде продолжает стоять на своем. Шахтеры, ковбои и фермеры на своей технике и лошадях присоединились к водителям и другим жителям Канады. Мост Амбассадор, который соединяет США и Канаду, остается заблокированным уже несколько дней подряд. Всем привет, меня зовут Лариса, я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подписывайтесь на канал и нажимайте на все колокольчики, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Конвой свободы продолжает стоять на своем и требовать отмены всех ограничений и спецпропусков в Канаде. Шахтеры, ковбои и фермеры на своей технике и лошадях присоединились к водителям и остальным жителям Канады. Протесты поддерживают невероятное количество людей по всему миру. Дальнобойщики обосновались у здания парламента в столице Канады, Оттави, с 29 января и не собираются уезжать, пока их требования не будут выполнены. Жители Квебека и Торонто, также объединившись, вышли к зданиям парламента, чтобы требовать отмены ограничений и спецпропусков. Полиция пытается изъять у водителей канистры с бензином, чтобы те не смогли прогревать свои грузовики и поскорее уехали. Но жители Канады и дальнобойщики продолжают стоять на своем. Напомню, что канадский конвой свободы поддержали Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп Джуниор, ведущий самого знаменитого подкаста в мире Джо Роган, губернатор свободной Флориды Рон Десантис, ведущие Fox News Шон Хейнити и Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск и весь мир. На ведущего самого знаменитого подкаста в мире Джо Рогана стали совершаться нападки со стороны некоторых СМИ и селебрити, после того, как он стал сомневаться и задаваться вопросами по поводу этого самого на своем мегапопулярном шоу, а также озвучил средства, которые помогли ему всего за три дня. Джо Роган – американский комментатор и ведущий. В 2009 году он начал вести подкаст на самые разные темы – политика, философия, юмор – и стал самым знаменитым подкастером в мире. Прослушивание его шоу доходит до 190 миллионов в месяц. Это огромный охват аудитории. На свои шоу он приглашал экспертов, сомневался и искал ответы по поводу этого самого, а также много раз озвучивал средства, которые помогли лично ему всего за три дня. В 2020 году Роган продал свой подкаст стриминговой платформе Spotify примерно за 100 миллионов долларов. Это платформа для прослушивания аудиокниг, музыки и подкастов. Некоторые СМИ стали обвинять Джо Рогана в распространении якобы неверной информации и требовать исключить его подкаст из Spotify. Так, например, его обвинили в распространении такой информации Гарри и его жена, а политическая активистка и сторонница Трампа Кэндис Оуэнс написала «В действительности ни одну страну в мире не интересует, что думают Гарри и Меган». Директор Spotify поддержал Рогана. «Я не считаю, что заставить кого-то замолчать – это ответ. Сам Роган ответил на нападки. У меня проблемы с термином «дезинформация». Совсем недавно многие вещи считались дезинформацией, а сейчас они являются фактами». Джо Рогана поддержал также знаменитый голливудский актер Дуэйн Скалад Джонсон. «Отличная работа, надеюсь, мы скоро встретимся и выпьем текилы», – написал он. Президент Бразилии Жаир Болсонару написал «Если свобода значит что-нибудь, тогда люди должны говорить то, что они думают. Неважно, согласны они с нами или нет. Стой на своем, обнимаю из Бразилии», – написал президент. Дональд Трамп и Дональд Трамп Джуниор также поддержали Рогана. «Джо Роган – интересный и популярный парень, но он должен перестать извиняться перед фейковыми новостями и радикальными левыми лунатиками». «Сколькими разными способами ты можешь сказать извини, просто делай то, что ты делаешь так хорошо, и не дай им сделать из себя слабого и испуганного. Это не ты, и ты таким никогда не будешь», – написал Трамп. Подписывайтесь и смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем отличного настроения и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok